Микеланджело Антонионе в 60-м году он стал всемирно известен и сделал вклад в свой первый в развитии киноязыка фильмом «Приключения». «Приключения» очень интересная история была на Константинском фестивале. Фильм был свистом, буквально публикой, так что Микеланджело Антонионе пришлось бежать фактически из зала. И буквально в течение нескольких дней на втором уже показе фильм был полностью принят с овацией и получил не главную премию фестиваля, а приз жюри Константинского кинофестиваля за вклад режиссера в развитие киноязыка. Что конкретно вкладывает Антонионе в развитие киноязыка фильмом «Приключения» и первым фильмом, в котором участвует его подруга того времени Моника Витти. В первых его четырех фильмах 60-х годов «Приключения», «Затмение», «Ночь» и «Красная пустыня» участвует Моника Витти. Это очень осязаемый контур. Четыре фильма о Микеланджело Антонионе, в которых участвует одна и та же актриса и которые рассказывают примерно об одном и том же. Называется это обычной тетралогией отчуждения и некоммуникабельности. Что делает Антонионе, чтобы показать проблему неспособности общения между людьми в фильмах начала 60-х годов? Фильм «Приключения» построен исключительно интересно. Сначала мы видим героиню, которая явно подчиняет себе все на экране, она явно главная, она привлекает максимум внимания, она с подругой приезжает, например, к своему жениху, подругу бросает во дворе и поднимается к жениху, заставляет его заняться с ней любовью. В общем, делает максимум того, чтобы не остаться незамеченной. Глубинная мизансцена Антонионе, видите, в кадре все очень резко, все очень хорошо видно, и мы видим парус главной героини на переднем плане и на заднем плане, очень далеко во дворе, очень маленькая фигурка, там величиной с один палец главной героини, ее подруга там стоит. А это как раз и есть Моника Витти. Но мы еще не знаем, что Моника Витти в этом фильме главной героини. Она станет главной героиней, когда вот эта главная героиня, когда она с экрана исчезнет. Что дальше происходит? Люди, которых мы видим на экране, отправляются в путешествие и прибывают на некий голый остров. Он голый, каменный, на нем трудно что-то найти, камера на нем вообще ничего не находит. Абсолютно голый остров, и там эти буржуа на ехте высаживаются и как-то проводят время. Зачем они туда поехали, непонятно. Но именно там, на острове, происходит окончательная ссора между вот этими главными героями, и после этого главная героиня исчезает. Лучше она в фильме не появится. Очень странная ситуация и в жизни, и в кино. В кино такого до сих пор не было, если не считать вышедшего в том же году фильма Альфреда Хичкока «Психа», в котором в такой минуте фильма мы потеряли главную героиню, ее зарезали в души. И мы получили совершенно другое кино, совершенно другой главной героиню. Примерно это происходит у Антониони. Мы тоже теряем главную героиню. И последующие полтора часа фильма – это как бы поиски этой главной героини. Объединяются ее лучшая подруга, которую играет Моника Витти, и ее бывший жених, чтобы ее найти. Они колесят по Сицилии в попытках ее найти. Находят они вместо этого друг друга и становятся парой. И чем дальше, тем с меньшей охотой они ищут эту самую главную героиню. Чем мы дальше в глубь этой истории пробиваемся вместе с Антониони, тем больше мы видим изобразительности, которая отражает для нас на самом деле суть главных героев. Ну, например, зачем было высаживать группу богатых людей на голом острове, где делать особо нечего. Очевидно, это означало, что этот голый остров, на котором ничего нет, он отражает внутренний мир этой богатой компании. Компания просто приехала туда, где ей больше и более всего свойственно находиться. У них внутри ничего нет, соответственно, и на острове этом ничего нет. На экране вы сейчас видите кадр, в котором почти вся суть фильма выражена. Мы видим главную героиню, которую играет Моника Витти, которая ждет своего друга, пока он зашел в гостиницу, в которой, по их информации, должна находиться искомая их подруга и невеста. Ее там на самом деле нету, но мы испытываем вместе с Моникой Витти напряженные ожидания. И кроме этого мы смотрим на нее, как она себя чувствует вот в этом вот сицилийском городе. И видим, что это, конечно, очень постановочная сцена. Она нарочито окружена южными мужчинами, которые проявляют к ней вот такой вот неподдельный интерес. И при этом она еще окружена таким вот каменным совершенно окружением. Дома, локация, которая подобрана для этой сцены, они не покрашены практически. Вся звездка облупилась, виден необработанный камень, ну, обработанный, конечно, очень шершавый камень виден. И вот эта художественная постановка, она делает все это окружение совершенно враждебным для главной героини. Вот эти вот мужчины сицилийские и этот камень, из которого состоит весь составленный кадр, они очень подходят друг другу и к нему совершенно не подходят героини Моники Витти. Когда происходит окончательное объяснение между двумя главными героями, когда, значит, бывший жених и его новая девушка попадают на звонницу, это колледж езеитов сицилийский, мы видим наполовину такое же окружение, такой же выщербленный камень, и кроме того, они там, видите, в таких сетях запутаются. Это звонится, там колокольные веревки десятками прямо, и вот в этих сетях, как в паутине, они друг другу пробираются, разводят их во время объяснения, и видно, что, в общем, люди запутились, конечно, чисто визуально. И у этого союза, который вот так вот сформировался из потери, вытекает странный такой полуфинал, когда в очередной раз, когда герой оставляет свою, значит, новую девушку, с которой у них любовь, в гостиничном номере, идет на вечеринку, в отеле с нее не возвращается, утром Моника Витти находится в совершенно пустом отеле своего друга в объятиях совершенно другой женщины. Не получается отношений, не получается в этом мире общения, люди друг друга не понимают, они не знают, что они друг от друга хотят, они не знают, что друг от друга можно ожидать. Но это кульминация фильма и еще не финал. В финале Антониони должен сказать то, что он на самом деле хочет сказать, а на самом деле он хочет дать нам надежду, что он нам дает в финале. Он показывает в финале нам Монику Витти на фоне, наконец-то, деревьев зеленых, ну, хотя это и черно-белые кино, какая разница. Мы понимаем, что и вот эта мизансцена, прямо сейчас, которую вы видите на экране, она как раз Монике Витти очень подходит, она находится, наконец-то, в своей стихии, чисто с точки зрения художественной обстановки, это прямо вот ее. И, наконец, когда она на площадке, на парковке около отеля находит ее друг, они, их оставляют, мы оставляем их вот в таком кадре. Они рядом с развалинами какого-то здания смотрят вдаль на горы, которые находятся в заливе напротив них. И таким образом мы видим, что кадр, последний кадр, в котором нам Антониони показывают этих двух героев, он его поделил на две половины. Левая половина такая природная, там море, небо, горы, и это все очень созвучно главной героине. Правая половина камень, не покрашенный, не выщербленный, как раз неприятный, и он не свойственен главной героине. И оба героя находятся на левой половине, на стороне героини, и героиня его прощает. То есть финал фильма, подытоживая эту историю, Антониони говорит, что да, общаться трудно, люди друг друга не понимают, но надежда есть, и надежда эта заключается в данном случае в женском прощении. Потому что оба героя пришли на половину героини, вот на эту природную половину, и на этой половине Моника Витте своего друга простила. Вот этим фильмом, непонятным и сначала освистанным, потом принятым аудиторией Каннского кинофестиваля 60-го года, Антониони, во-первых, ввел в драматургию то, что вскоре назвали киноведы дедраматизацией, то есть уничтожение развития конфликта, когда конфликт, который только что, казалось бы, закрутился, начинает сходить на нет. Поскольку в реальной жизни драматургии такой, какой в кино, в зрительском, не существует, то давайте посмотрим драматургию реальной жизни. И уничтожая традиционную драматургию, он привлекает наше внимание к тому, что драматургия жизни не такая интересная, не классическая, не традиционная, она на самом деле не менее интересная, и при этом больше соответствует нашим проблемам, которые у нас на самом деле есть. Вторая важнейшая вещь, явно Антониони снимает то кино, без которого невозможно было бы современное кино, он снимает абсолютно современное кино визуально, объясняя практически без слов, что происходит с героями, показывая их во внешнем мире. Включение это такой энциклопедия того, как показать настроение, состояние и внутренний мир героев через внешнюю среду. Это, может быть, и вторая, а может быть, и первая даже важнейшая инновация Антониони в этом фильме, за что он и получил приз Каннского жюри за вклад в развитие киноязыка.